Друзья, всем привет! Приходит очередное свежее обновление HyperOS, в котором я ожидал, что будет что-то такое интересное, помимо того, как там пишут, что улучшение и оптимизация системы, но каково мое было разочарование от увиденного, потому что обновления, ну не совсем много-то и весело. Обо всем этом в этом видеоролике, потому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, подопытным у нас выступает Oka F5 Pro. У меня на нем тестерские тут разрешения и тому подобное, и индекс у нас международный, то есть Mi, а нумерация 1.0.5.0. Я сразу предвижу в комментариях, вы мне скажете, что вот то, что ты нам показываешь, это уже далеко не новинка. Но я вас хочу разочаровать, потому что не только в нумерации будет какое-то счастье. То есть, если у вас 1.0.16.0, то не думайте, что она у вас самая новая и круче нее нет. То есть, если вы откроете, допустим, обновление системы, список изменений и посмотрите, что, к примеру, у вас обновление за апрель 2024 года в плане системы безопасности Android, то вы можете понимать, что, допустим, это 1.0.5.0 сопоставимо с вашей прошивкой. Просто на каждом аппарате своя нумерация, ну, чтобы как бы-то не запутаться, видимо, разработчикам, ну, и чтобы смартфоны как-то между собой различать. В этом-то и, в принципе, сама основа всех этих циферок. Поэтому не думайте, что я вам там рассказываю о какой-то старой прошивке, которая вышла там когда-то. Что меня больше всего в этом обновлении позабавило, это его вес. Сейчас 59 мегабайт. Ну, как бы-то, вы сами понимаете, что тут не стоит ожидать, что добавится там 8К 60 FPS или же еще что-то. И, как бы-то, это обновление у нас просто как заглушка. То есть, оно просто существует. Чего-то оно не ломает там, то есть, система запускается, аппарат функционирует. Ну, и в целом-то, никаких нареканий на его работоспособность нет. Я, конечно, ожидал, что мы тут с вами получим какие-нибудь интересные там обновления, фишки, ну, и тому подобное. Но после изучения этого обновления я пришел к выводу, что лишь только один момент, который вам можно продемонстрировать. И вообще, в чем он заключается. Если мы с вами спустимся в раздел отпечаток и данные лица, нажмем на конфиденциальность, нажмем на следующий раздел, как разрешить закреплять приложение, мы с вами получим одну интересную опцию, что она нам будет позволять сделать. К примеру, мы с вами сворачиваем приложение в недавние, ну, пускай это будут настроить. И мы на него нажимаем, и, казалось бы, вы мне скажете, а что тут такого сверхнового появляется? Казалось бы, там, заблокировать фонер, разделение экрана, плавающее окно настройки. Но вот у нас добавляется на самом приложении такой значок, как скрепки. То есть, мы выполняем закрепление. И вот, пожалуйста, нам система сообщает, что это приложение будет оставаться в недавних до тех пор, пока мы не открепим его, проведя вверх от нижнего края экрана, и пока мы с вами не задержим палец. То есть, что имеется в виду? Мы с вами хотим выйти в самый-самый назад, но при этом нас система не выпускает из данного приложения. И даже если мы нажимаем, вот смотрите, назад на недавний, у нас ничего не проявляется. То есть, по умолчанию мы просто задаем одно приложение, с которого и будем начинать свою работу. Если заблокируем устройство и обратно его вернем, то, как вы можете наблюдать, мы все так же будем попадать в это закрепленное приложение. От нижнего края, если мы с вами проведем, и тут где-нибудь удержим, и вот следующим образом оно у нас будет откреплено. К этому, конечно, моменту нужно будет немножечко привыкнуть, потому что изначально, как бы-то, ну, затея интересная. Но реализация, вот в плане провести куда-то там, ну, не совсем, как бы-то, подходит. Наверное, вы когда-то встречали вот эту фишку с закреплением, там, с помощью бревента можно было активировать, ну, там, дополнительное телодвижение, конечно, нужно было сообразить. Но сейчас разработчики нам это дают по умолчанию, ну, и, в принципе, почему бы и нет. В целом, по всему остальному, вот в плане этого обновления на 59 мегабайтов, я могу отметить, ну, опять же, лишь только изменение патча безопасности Android, улучшение прошивки модуля связи, ну, и вот добавление этой закрепки. В принципе, это и все, что можно было бы отметить на примере Poco F5 Pro. Но и тут я еще хотел бы сделать маленькое такое уточнение, что раздел «Другие способы подключения» у нас, как бы, под собой подразумевает интересные возможности. Ну, вот, в частности, вот, как бы-то, Poco F5 Pro у нас флагман, и он должен получать взаимодействие. Это режим, который позволяет между собой соединять планшет, там, смартфон, часы, ну, и тому подобное. Но вот на Poco F5 Pro этого раздела нет, хотя, казалось бы, процессор у него не слабеньких, в принципе, само осознание этой модели, что это, как бы, флагман линейки Poco, и вот он не получает. Ну, вот, как бы, разработчики, видите, нам специально урезают это устройство для того, чтобы мы покупали что-то другое и более дорогое. Но, в любом случае, как бы, от нас тут уже ничего не зависит, и мы отталкиваемся от того, что есть. Если вам это обновление придет, вы его можете поставить, оно в себе не несет ничего катастрофичного для телефона, кирпича, бутупа и прочего вы наблюдать не будете, и ваше устройство в целом будет работать, как и раньше. Но при этом вы получите одну интересную вот фишечку в плане этой скрепочки или закрепа, который я вам показал. Если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.